Бийский центр каллиграфии – это музей и учебный класс. Пока здесь тихо. Впрочем, скоро первые посетители откроют для себя музей чистописания, а ученики заскрипят перьями. Центр каллиграфии при Бийской православной гимназии практически готов. Для музея практически мы уже приобрели все оборудование, которое нужно было и для центра, и для кабинета каллиграфии тоже приобрели. Проект получил поддержку Фонда социального содействия Александра Прокопьева. Средства гранта направили на приобретение мебели, оборудования и материалов. В музей купили витрины и рамки. В кабинет каллиграфии по спецзаказу изготовили парты. Чтобы текст письма получился действительно красивым, без клякс и разводов, работать необходимо на наклонной поверхности. Средств хватило и на покупку инструментов – кисти, перья и бумага. Часть материалов заказали из Китая. Например, вот такие многоразовые нано-клеенки. Писать на них можно водой. Символы со временем исчезнут. В Китае он давно занимается и сохраняет каллиграфию. То есть в Китае они занимаются давно уже каллиграфией, много тысячелетий. И они относятся и к инструментам, и к бумаге более сакрально, чем, допустим, у нас в России. И они все время совершенствуют технологии по изготовлению инструментов. Сейчас отточенными перьями выводят буквы воспитанники православной гимназии. Соня Пальвинская учится в девятом классе, как и все ее одноклассники с первого учатся каллиграфии. В этом деле девушка добилась большого успеха. Летом Соня и несколько других учениц расписывали стены храма в селе Коробейниково. Когда нам сказали, что мы будем расписывать, когда нам уже разрешили, у меня была какая-то гордость за то, что я смогу это сделать. То, что мы все-таки можем прикоснуться к святому. Слова должны не просто красиво звучать, но и выглядеть так же уверенно Соня. С первого взгляда действительно сложно понять, что перед тобой – картина или же работа каллиграфа. Одной буквой можно передать смысл всего текста и настроения автора. Здесь представлено очень много шрифтов. Можно даже какую-то историческую последовательность наблюдать. Например, скоропись, устав. Все вот эти шрифты, они идут как бы вплетены в нашу историю. Историю нашей России, нашей страны и историю нашей письменности. Сегодня лишь единицы владеют искусством каллиграфии. В Алтайском крае этому обучают только в Бийской православной школе. Чистописание, а в особенности каллиграфия, развивает интеллект и чувство прекрасного. Овладеть мастерством кисти и пера, узнать историю письменности скоро сможет любой желающий. Центр каллиграфии откроется для всех.